Вы на канале Плаза Псков и вот вам мое коронное здорово народ! Изначально канал как таковой задумывался объяснять какие-то вещи новичкам, исключительно для новичков. Но вы посмотрите в комментарии, какие люди у нас собрались. А это значит, что настало время показать кое-что крутое. Я один замечаю, что все собиратели квадрокоптеров в ютюбе по большому счету делают одно и то же. Вот так вот вышло просто. Они берут кит, они все собирают, они летают. Куча роликов практически не отличаются друг от друга, поэтому я решил показать всем, кто крутой. Пожалуй, мы начнем. Проект SpideX CP Mod. Встречайте! По большому счету, я считаю, и многие со мной согласятся, что рамы в большинстве своем крайне неудобные. Какие бы нам не предлагали рамы, разные производители, они все ну так себе. Что-то куда-то не так ложится, что-то куда-то все как-то вот не так. Тут регули не умещаются. Допустим, на Q330 есть такая проблема, регули вообще некуда положить. Поэтому я решил разработать свою раму. Начнем, пожалуй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За основу была взята рама, которая, в принципе, легко находится в интернете И она, я думаю, даже довольно-таки популярная SpiteX, можете загуглить, у вас всё получится Но и она меня в корне не устраивала, видите, в чём дело Поэтому я её немножечко доработал, не без посторонней помощи, но тем не менее И на выходе мы получили не что иное, как следующее Первое, и я считаю достаточно одной из самых важных вещей, которое было изменено Это вот эти штуки, которые будут держать аккумулятор На самом деле они выглядели приблизительно вот так вот, одна деталька Но это создаёт нам ограничения по размеру аккумулятора, чего бы не хотелось Долой все ограничения, они не для нас Поэтому верхняя часть была убрана и оставлены отверстия для стяжек Поэтому мы сюда можем класть любой аккумулятор вообще Ограничения, ну, по крайней мере, смазались Достаточно большие аккумуляторы можем использовать, хотя, может быть, нам не надо будет Второе место под экшн-камеру Mobius Я нищеброд, у меня нет Mobius'а, и я большого смысла в ней в принципе не вижу Поэтому вот эти штуки долой вместо этого У нас есть вот такие детальки, которые держат всю конструкцию непосредственно Они были переработаны напрочь Для того, чтобы можно было воткнуть GoPro или что-то подобное И теперь это выглядит камазиком Вот так вот собирается эта машинка и вот так вот смотрится И можно даже поиграться Ну и суть Были приделаны вот эти штуки Всё это было напечатано ABS-пластиком Он довольно прочный, используется вся стопроцентная его упругость В этой раме нет ни одного болтика, который бы раскрутился от вибраций Всё делалось абсолютно на защёлках Чтобы без всяких отверток, без всего вообще, без фиксаторов резьбы Всё собиралось и разбиралась нура И, пожалуй, эффект достигнут Давайте попробуем собрать сначала более или менее стандартную версию У нас есть вот такая основа И ещё забыл сказать Если вы соберётесь себе напечатать на 3D принтере что-то типа того Не вздумайте сразу же печатать Обратите внимание В стандартном чертеже дырки под крепление двигателей Мы здесь их тоже поменяли Потому что они были рассчитаны под двигатель 1806 Кто-то считает его незаслуженно забытым Я так не считаю Вот, потому что он, в принципе, 3С-аккумулятор максимум, что вам светит на этом Сильно вы на нём всё равно не повжигаете Возможно, он будет клёвый, стабильный, бла-бла-бла Но мощи вы, наверное, не добьётесь Поэтому крепления были изменены Дырочки были сделаны продолговатыми, чтобы сюда подходил любой двигатель И, соответственно, мы будем сюда ставить всё равно 2205 или 2204 2205 поставим Разумеется, ребра жесткости у нас есть Они сделаны чуть побольше И сюда же мы будем ложить или класть наши регуляторы оборотов За выбор которых я вот горячо благодарю моих подписчиков Благодаря им я определился с регуляторами оборотов Очень-очень просто И взял вот на этот коптер 20-амперные Но об этом позже Давайте соберём раму для начала Погнали! А что же нам нужно? Собираем более-менее стандартный комплект Для того, чтобы нам его собрать Нам понадобятся вот эти штуки Сама основа Вот эти весёленькие вещи И начали Крепление под Mobius изначально Очень прочно Не сломать бы Всё, защёлнулось Я слышал щелчок Это значит, что всё защёлнулось Второе Это две таких штуки Просто великолепно придают жёсткости всей конструкции Крепление под аккумулятор Собираем Ох ты! Это реально жёстко! Он ещё и не впихнулся до конца Но уже не вытащить О! Залез! Ничего себе! Вот это да! Второе крепление под аккумулятор Как ни странно Прицепляем вторую штуку Бам! Основа собрана Напомню Сюда мы кладём аккумулятор Сюда Mobius Ну или вещь ему подобную С этой рамой что же делать? Можно было бы, кстати, положить Всё это дело сюда одеть А регуляторы, чтобы не пришлось использовать резинки Мы просто переворачиваем Они в подвешенном состоянии будут тогда Это как бы каждому как бы своё Но раз уж у меня здесь уже пропечаталось Крепление под SP Racing F3 Открыл секрет Ну куда деваться? Мы всё это дело устанавливаем Именно вот в таком положении И защелкиваем Если вдруг я усомнюсь в надёжности Никто не запрещает мне вот сюда добавить клинышки Но я не буду этого делать Потому что вообще по задумке Изначально Он при ударе должен был бы разобраться Просто по кускам раз и разобраться И снова мы его собираем и летаем Но вы знаете, я его поронял чисто эксперимента ради И нифига он не разбирается Но не суть Рама прочная получилась Меня это очень радует И она в принципе ничего вообще не весит Как бы можно его... То есть вот как-то так И главное, что же нам тут надо Помимо Mobius'а, да, либо GoPro Есть ещё крепление под курсовую камеру И мы её ставим Вот так это всё выглядит Вот это по-настоящему крутая тема, да? Пожалуйста, теперь снабжаем полётным контроллером Аккумулятором Движками и регуляторами И можно лететь Размер у неё 25 Вот и всё Теперь давайте попробуем собрать раму с изменениями И так вот я понтонулся Сделал гравировочку Ти-ти-ти-ти-ти-ти Поехали Это вторая уже версия рамы Достаем наш великолепный камазик Где выпилено нафиг крепление под Mobius И сделано адекватное крепление Под нашу родную с вами GoPro Принцип абсолютно тот же Опять же, срезанная планка И напечатанная для верхней части держалки Для аккумуляторов Оставлена на место под стяжки Собираем всё это в кучу Вот таким образом Вот это как-то поприкольнее, она собирается хотя бы легко. И вот получился у нас вот такой вот камазик, который мы и втыкаем в нашу основу, в нашу раму. Вот. Сюда как раз легко помещается наша с вами GoPro. При желании можно доработать стяжечками, либо обыкновенный изолент. Опять же 25 размер, и не забываем крепление под курсовую камеру. Хотя не знаю, нужно ли GoPro на гоночном квадрокоптере, но это будет что-то с чем-то, рама необъяснимо легкая получилась. И мне кажется, это очень шикарно. Мне кто-то из знакомых сказал, а как же аэродинамика? Просто один вид любого квадрокоптера всегда кричит, нет аэродинамики. Ребят, это не самолет, это квадрокоптер, ну какая аэродинамика, вы что? Это же аксиома, я даже спорить по этому поводу не собираюсь. Вот какая крутая штука у нас получилась. Поэтому следите за проектом, лайки, подписки, и мы будем продолжать делать крутые вещи тогда. А на данный момент я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok